Виктория Шаре Виктория Шаре В Камару приехали участники 6-го операционного визита FIFA и Оргкомитета России 2018. Делегации в течение двух недель посещают стадионы в восьми городах-организаторах чемпионата мира, которые не принимали Кубок Конфедерации. Главная цель на практике – посмотреть, как будет организована работа во время игр и оценить подготовку к турниру. Что впечатлило иностранных гостей на Самарском стадионе, расскажет Андрей Горгуленко. В чаши Самара-Арены готовят основу для футбольного поля. На нее ляжет рулонный газон толщиной 30 мм. Поле после посева и врастания укрепят прошивкой специальными полимерными нитями. Такой газон является гибридным, что позволяет повысить его долговечность и улучшить внешний вид. Это весьма важно, ведь с любой точки трибун поле как на ладони, что и впечатлило иностранных гостей из Мировой Футбольной Федерации. Уже сейчас, находясь в чаше стадиона, можно представить, какая здесь будет атмосфера, особенно на матчах сборной России 1-8 и четверть финала. Обзор, открывающийся с трибун, будет очень хороший. Это настоящий футбольный стадион. Абсолютно со всех мест ощущается близость поля. Самарский стадион посетили участники шестого операционного визита FIFA и Оркомитета «Россия-2018». На стройплощадке сразу девять экспертных групп. Они состоят из специалистов в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, логистики, работы СМИ и реализации билетных программ. Главная цель – обсудить на месте взаимодействие всех направлений во время игр Чемпионата мира. Задача – это не выступить с критикой или взять на себя несвойственные нам функции. Мы не строительный контроль. Это больше рабочий визит, основной целью которого является оптимизация всех наших операций во время организации матчей. Здесь разные функции между собой решают, как они будут взаимодействовать. Задача делегации – достичь практических решений, которые позволят максимально эффективно построить подготовку к турниру. Все пожелания экспертов FIFA, которые оставили гостя после посещения арены, непременно будут взяты на карандаш областным правительством. Инспекционный визит FIFA, он как раз и является главным действием, пожалуй, в тех ревизии сделанного и ревизии тех проблемных зон, которые существуют. Поэтому по итогам визита, по итогам подготовки отчета, как раз можно будет считать, что мы с этой работой закончили. Сейчас на стадионе продолжаются работы по монтажу кровли. Параллельно идет нанесение антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола. Вовсю кипит работа и во внутренних помещениях. Там сейчас делают стяжку пола, штукатурят и шпаклюют стены, устанавливают двери и наружные витражи. На территории вокруг стадиона укладывают асфальт и проводят озеленение. Первые травинки пробиваются на тренировочных полях, которые уже засеяли. Там качество газона будет точно таким же, как и на основном футбольном поле. Сейчас на стадионе работают более 2,5 тысяч строителей и 177 единиц техники. Готовность Самара-Арены 70%. Андрей Горгуленко, Константин Коловин. События. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Губернской думы. Главной темой стал вопрос о возможности изменений в системе мер соцподдержки ветеранам труда и работающим пенсионерам. Изучить этот вопрос теперь предстоит рабочей группе, созданной по инициативе Дмитрия Азарова. В ее состав вошли представители политических партий, общественности и регионального правительства. Свою деятельность новый совещательный орган начнет уже в понедельник. Рабочая группа должна детально проанализировать сложившуюся ситуацию в этом вопросе. И мы должны внимательно посмотреть в том числе и бюджетные возможности бюджета Самарской области. И должны выработать предложения, направленные на решение этой проблемы. Мы будем решать в этой рабочей группе, как можно изменить законодательство в пользу улучшения ветеранов нашей Самарской области. У наших экспертов фракции КПРФ есть предложение, где можно взять денежку, и это будет безболезненно для других категорий, на то, чтобы уже начать возвращать льготы. Мы сейчас приостанавливаем акции протеста в расчете на то, что пенсионеры, они ждут быстрых решений. Решение, которое было вчера по итогам нашей встречи принято, создание рабочей группы, оно, на мой взгляд, вполне конструктивное и взвешенное. Испытания лестницы и жители домов 15 и 15А по Волжскому проспекту не первый год обращаются в районную администрацию с просьбой починить ступеньки, которые соединяют Молодежный переулок и Волжский проспект. В чем неудобство и почему для решения проблемы пришлось обратиться к главе города, расскажет Лариса Шлафаст. Деревянная лестница, которая ведет от студенческого переулка к Волжскому проспекту, пользуется у местных жителей, да и у всех самарцев большой популярностью. Но если днем здесь еще можно пройти, вечером это настоящая полоса препятствий. Эта лестница – единственная прямая дорога к магазинам и аптеке для жителей двух пятиэтажек. По сторонам от узких ступенек раскинулась практически лесная чаща, где вечерами собираются шумные компании и распивают алкоголь. Ходить здесь пенсионеры и мамы с детьми просто боятся. Я стараюсь по той лестнице ходить, потому что там посветлее, а здесь я боюсь, потому что у нас однажды было, у одной женщины сняли цепочку ночью. Освещения нету, да еще с нас вот берут квитанции, даже то, что нету освещения, он должен, прожектор который, он должен гореть, но он не горит на доме. Всегда раньше горел, сейчас никто за этим не смотрит. На сегодняшний день очень неудобные ступени, неудобен высокий подъем, нет площадок для отдыха. Со своей проблемой люди обратились к главе города. На личном приеме представители районной администрации рассказали, что на части лестницы установили новую временную, искосили часть зарослей. Глава города дал поручение в ближайшее время рассмотреть возможность ремонта лестницы. Либо ее приведут в порядок в рамках реконструкции склона у площади Славы, либо программы «Комфортная среда». Сметы вполне могут быть подготовлены до 1 декабря, я думаю, да, Дмитрий Геннадьевич? Да. Успеете вот за два месяца. Значит, с общественностью обсудить, как я и говорил, подготовить сметы, тоже общественности показать, вот, ну а дальше включить их в программу. Жители поселка Кузнецов обратились к Олегу Фурсову с просьбой помочь выделить участок земли для установки детской площадки. На весь поселок есть несколько игровых снарядов, и те стоят на окраине. Обращение было, сделали площадку. Вся беда в том, что на самом краю поселка три снаряда, песочница, полтора на полтора, меньше, наверное, даже. Я лично туда ходил, все фотографии в обращении есть, чтобы все предельно понятно было. Там ни одного ребенка никогда не видели. Жители уже выбрали место для новой площадки и сами готовы помочь в установке. Глава города поручил районной администрации установить площадку до конца года. По-моему, 3 миллиона рублей у вас есть денег из областного бюджета под общественно-социальные какие-то инициативы, гражданские инициативы. Там как раз предусмотрено софинансирование. Но попробуйте до 1 октября такой пакет документов подготовить с заявителями. И когда сейчас нам в секторе, такую площадку можно было бы уже в этом году построить. Еще один проблемный вопрос – остановка возле спортивного комплекса «Орбита». Самого павильона нет, и люди стоят практически вот так на проезжей части. А здесь у нас еще, знаете, в чем проблема? Здесь сделали пешеходный переход, но так ливневка очень плохо работает. Там же уклон идет, и там в осенне-весенний период вот такая вода, что люди, они просто вынуждены переходить прямо на проезжую часть и перед машинами идти. Арзамаскину надо тоже поручение написать, чтобы он приехал, проверил ливневку, там продул при необходимости, почистил и посмотрел, как организован сбор воды. Остановочный павильон установят до конца октября. В департаменте транспорта схема уже разработана. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, Василий Колдашов. События. Тепло в каждый дом. По такому принципу пройдет отопительный сезон в Самаре. Энергетики готовы к любым нестандартным ситуациям. Например, если стационарная котельная сломается, за сутки дома подключат к передвижке. На тренировке по развертыванию передвижной модульной котельной побывал наш корреспондент. Пошла горячая вода в первый дом по Смышляевскому шоссе. От мобильной котельной. Пока по временной схеме. По легенде учений, на ведомственной котельной произошла авария. Без тепла осталась девятиэтажка. Этот дом для тренировки выбрали не случайно. В зимнее время здесь часто случались перебои. Ставили обогреватели. Мало того, нет горячей воды. Потом крутят водонагреватели. Ну вот. И еще обогреватели такие. Представляете, сколько энергии там сглось. Городские власти взялись за решение проблемы. Чтобы подключить мобильную котельную к дому, рабочим потребовались сутки. Она будет снабжать жителей теплом целый сезон. Мощности хватит на все девять этажей. Если возникнет ситуация ЧАЭСа и котельная ГБАСа не может обеспечить теплом этот дом, мы включим передвижную котельную, которая в полном объеме, отопительный сезон 17-18 года отработает. Сейчас мы уже с вами ходили и по квартиру, уже пошла. И на вводе есть батарея теплая, горячая, скажем, в подъезде. И мы поднимались на третий этаж. Пошло отопление по старику, на весь дом. Двое суток передвижная котельная будет качать отопление по дому, чтобы выявить такие недостатки, как непроходимость труб. Их в оперативном порядке можно будет устранить сейчас, а не в морозы. Нам передают большую котельную ГБАС. Сейчас ведутся переговоры по ее передаче. Понимание достигнуто. Далее будем смотреть, какой план мероприятий по запуску только той котельной. Подготовлена она к зиме, либо не подготовлена. До 30 октября мы ее готовим. Если все получается, мы ее пускаем. Если же что-то вдруг не получается с той большой котельной, пока работает у нас модуль. В Самаре на случай нештатной ситуации есть еще две передвижных котельных. Вопрос с отоплением в первом доме по Смышляевскому шоссе планируют окончательно закрыть в следующем году. Такие задачи энергетикам поставили городские власти. В целом Самара к подаче тепла практически готова. Тепло в дома дадут, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия. В этом году раньше начали отапливать социальные учреждения, которые подали заявки. Особое внимание больницам, домам ребенка, детским садам. Сегодня тепло уже поступило в 334 учреждения во всех районах города. Чтобы сбоев с отоплением не было, в этом году впервые за долгое время прошел масштабный ремонт теплотрасс. Алина Чемеря, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Тайник бандитской группировки обнаружили в регионе сотрудники ФСБ. Сигнальные мины, винтовки, автоматы, взрывчатка, патроны. Схрон с оружием нашли в одном из домов в Волжском районе области. Предположительно, арсенал принадлежал участникам ОПГ «Законовские», которые совершали покушение на предпринимателей. Их подозревают и в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова. В мае 2014 года коммерсанта расстреляли в катере на реке Татьянка. Оперативникам удалось задержать убийцу, а позже и предполагаемого лидера преступной группы Сергея Гафурова. Сейчас он находится под стражей. Далее коротко о других событиях дня. Самарскую школу номер 7 в Крутых Ключах закрыли из-за вспышки Менингита. Зафиксировано 4 случая заболевания. Детей перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыто на санитарную обработку. На официальном сайте школы размещено объявление о том, что карантин продлится с 25 по 30 сентября. Руководство учебного учреждения также просит родителей ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей, в том числе в кружках, магазинах, торговых центрах. Стала известна возможная причина отравления двух девочек в детсаду. Как сообщает сайт «Волга Ньюз», ссылаясь на неназванные источники, девочки отравились таблетками, которые одна из воспитанниц якобы принесла с собой из дома. Дети играли в больницу и проглотили лекарства. В следственном комитете информацию не опровергли, пояснив, что точная причина отравления будет названа по результатам экспертизы. Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду номер 341 на улице Мариса Тереза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна находилась в реанимации. Туристка из Москвы упала с Девичьей горы на Самарской Луке, делая селфи, сообщает пресс-служба заповедника. В результате падения у москвички открытый двойной перелом ключицы, вывихи и ушибы. Оказавшиеся рядом люди, добежали до КПП, вызвали смотрителей, и они, в свою очередь, вызвали скорую и инспекторскую машину, на которой доставили медсестру из села Жабули. Медсестра сделала обезболивающий укол, смотрители спустили пострадавшую с горы. В это время прибыла машина скорой помощи из Жабулевска и увезла пострадавшую в больницу. Готовность составляет 92%. Подрядчик опережает график практически на две недели, поэтому нет рисков уйти с ремонтом в зиму. Всего в Самаре сейчас ведутся работы на 43-х участках автомобильных дорог. Все объекты планируют сдать вовремя. Ученые Самарского государственного медуниверситета создали прибор, определяющий онкологию по капле крови за несколько минут. Обычно подобные анализы проводятся только в специализированных лабораториях и занимают несколько часов. Созданный в сам ГМУ анализатор белковых фракций крови позволяет получать результаты за пять минут. При этом не нужно обладать специальными навыками, поэтому использоваться он может в кабинете врача любой специальности, если нужно быстро подтвердить предварительный диагноз. В подобном приборе нуждаются небольшие больницы на крайнем севере, на нефтепромыслах, где нет возможности размещения диагностической лаборатории. Молодая гвардия в Тольятти. Новая военная игра с таким названием прошла в Автограде. Патриотические клубы Октябрьского района отправились покорять полосу препятствий и знакомиться с новыми образцами военной техники. С торжественного построения около районной администрации приехал Сергей Кизоркин. Рукопашный бой, метание ножей, стрельба из лука и автомата строевая и физподготовка. Обычная система подготовки к армии в патриотических клубах. Обереги уже 10 лет. Так воспитывают учеников Самарского спортивного лицея. Сегодня проверить свои навыки молодежь отправилась в Тольятти на военно-патриотическую игру «Молодая гвардия». Хочется пацанам развиваться до того, как они пойдут в войска или не пойдут в войска. Дело не в этом, но мужчина должен быть мужчиной. Метание гранаты, полоса препятствий и полоса разведчика. Увидят молодые патриоты и показательное выступление спецназа. Познакомятся с современной военной техникой и вооружением. Мы составили игру таким образом, чтобы любого человека, который занимается просто физкультурой, у него есть допуск в физкультуре, прошел эту полосу. И каждый этап полосы мы придумали таким образом. Он будет посвящен одному герою-куйбышевцу, который был членом в ЛКСМ, ну и, конечно, молодой гвардии. Военная игра посвящена молодогвардейцам – подпольной организации антифашистов. Она действовала в тылу врага в Краснодоне на Украине. Всем известны имена комсомольцев – Олег Кашевой, Василий Левашов и Ульяна Громова. Несколько поколений куйбышевцев были воспитаны на этих примерах. И сегодня эта история передается молодежи. И именно в комсомоле этому учили. Кроме того, вот таким, казалось бы, простым, но важным вещам, как жить в коллективе, что значит быть честным, порядочным, что значит быть готовым к труду и обороне. То есть и физическое, и нравственное воспитание, оно именно рождалось там. После Великой Отечественной войны комсомольцы были основными строителями коммунизма. Байкал-Амурская магистраль, освоение целины, строительство ваза. Современные студотряды тоже не сидят сложа руки, а между глобальными стройками проверяют свои силы на военных играх. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Везли капитанскую дочку, а привезли чайку. Ульяновский драматический театр был вынужден сделать замену на фестивале «Волга театральная» в связи с болезнью главного героя. Сейчас с актером все в порядке, а самарцам удалось увидеть премьерный спектакль театра. Каково это – обкатывать постановку на чужой сцене, узнала Марианна Мирная. Дела сердечные не позволили Ульяновскому театру привезти на «Волгу» театральную капитанскую дочку. Актер, исполняющий роль Емельяна Пугачева, попал в кардиологию. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, но было решено сделать замену. В Самару приехала премьерная «Чайка». Это, как мне кажется, очень достойная замена, даже которую заменой-то и назвать нельзя. Если бы, например, была возможность два спектакля показать на фестивале, мы обязательно показали бы этот спектакль «Смеха и Чайка», потому что это одна из наших самых свежих премьер. Актеры еще толком не обкатали премьеру на родной сцене и уже показывают спектакль в Самаре. Пришлось несколько изменить рисунок, но главное – это принять участие в таком престижном фестивале, как «Волга» театральная. Фестивальная жизнь – это всегда интересно. Всегда интересно сработать спектакль на публику, с которой ты совершенно не знаком. Тем более на публику, которая, скажем так, уже имеет определенный багаж театральных впечатлений и критики. И всегда интересно, как это случится сегодня, как это будет увидено, услышано, прочитано. У критиков с каждым днем остается все меньше спектаклей для отсмотра. Каждый их вечер занят работой. Приятный, как говорят сами судьи. Любой спектакль – это хороший опыт и для зрителя, и для труппы, и для установления того диалога, без которого театр невозможен. Потому что если есть отклик в зрительном зале, значит, все не зря. Если у него нет, тогда хуже, но это тема уже для другого разговора. Премьера «Ульяновской чайки» прошла на ура. Зритель по достоинству оценил старания актеров и показал, что такое доброжелательная самарская публика. Звезды не беспокоилась. Мне было так страшно. Я боялась, что отец не пустит меня. Сейчас уехал с мальчика. Красное небо, начинает халить луна. А я вдала лошадь. А краски-то, кажется, заплаканы не хорошо. Ай, я так. И теперь мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду. Надо спешить. И все, ради Бога. Не удерживайте меня. Ай, отец не знает, что я здесь и прошу вас. На самом деле, это пора уже идти. А, все. Я схожу. Все. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. На этой неделе полоса неудач не покидает тольяттинских профессионалов. Хоккеисты проиграли очередную матч у молодежки, а теннисистка дважды на китайском турнире. Подробнее Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов готовятся к игре с питерским «Зенитом». Тольяттинская ладья проиграла Тюменскому легиону в молодежной хоккейной лиге. Тольяттинской теннисистке не повезло на китайском чемпионате. Дарья Касаткина закончила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Китае. Тольяттинская спортсменка проиграла другой россиянке Екатерине Макаровой в 1-8 финала в двух сетах с одинаковым счетом. 6-4-6-4. Не повезло Касаткиной и в паре с чешкой Катаржиной Синяковой. Они не сумели преодолеть барьер второго круга соревнований. Проиграли польке Алиси Рассольской и американке Эбигейл Спирс. Накануне не повезло итальяттинским хоккеистам в молодежной лиге. Ладья на выезде встречалась с Тюменским легионом. Первый период остался за хозяевами площадки 1-0. Во втором зрители увидели уже шесть заброшенных шайб. И вперед вырвалась Ладья 4-3. Исход поединка решило численное большинство Тюменского легиона за шесть минут до конца встречи. Итоговый счет 5-4 в пользу легионеров. Крылья Советов готовится к матчу со вторым составом питерского «Зенита». В среду тренировка прошла на футбольном поле. До этого команда подтягивала физподготовку. Крылья Советов готовится к игре с питерцами в полном составе, кроме защитника Дмитрия Яченко, который восстанавливается после травмы. Матч футбольной национальной лиги «Крылья Советов-Зенит» состоится в субботу 30 сентября на Металлурге в 15.00. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Юбилейный год Самара ГИС приносит все новые сюрпризы. Мы рады представить вам гимн телеканала. В съемках приняли участие все сотрудники. Автор песни – наш корреспондент и ведущая Мариана Мирная. Что получилось, смотрите прямо сейчас. Мы вместе с вами 10 лет! Самара ГИС дает ответ! И темы все на злобу дня полезны будут для тебя. Мороз и ветер и в жару, корреспонденты на посту. И то, что ты еще не знал, покажет наш телеканал. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжеты качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. Событий много каждый час. Сюжеты снимем мы для вас. Прогноз погоды и кино. Мы в центре города давно. В эфире наших новостей. Увидеть можно всех друзей. Культура, спорт и телешоу. Быть вместе с ГИСом хорошо. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет и качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. В примерах, в театре праздник два. И если по полю бежит детвора. И чтоб не случилось и ночью и днем. Мы вместе с тобой этот миг проживем. Проспекты, бульвары, фонтаны, мосты. Любишь ли ты Самару? Так, как любим ее мы. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет и качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет и качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok